Привет! С вами снова Кирзорка и новый правозащитный гороскоп на сентябрь. В августе мы уже прожили фазу ретроградного Меркурия, а значит дела будут постепенно налаживаться. Несмотря на то, что сентябрь в общем месяц благоприятный, некоторым знаком зодиака следует насторожиться. Овны в сентябре насладятся насыщенной и динамичной жизнью. Планетарные аспекты будут стимулировать вашу энергию, решительность и стремление к справедливости. Будьте открыты для инноваций и нестандартных подходов. В сентябре тельцам стоит быть осторожными с финансами. Полнолуние может непредсказуемо повлиять на ваши сбережения или ожидаемый доход. Сократите расходы в начале сентября, но помните, что год будет успешным в плане финансов благодаря защите Юпитера, который будет способствовать прибыли до июня 2025 года. Близнецы, в этом месяце вы будете излучать уверенность и решимость в преодолении сложных задач. Никакие препятствия не смогут остановить вас. Сейчас вы способны достигать больших целей, которые ранее казались недостижимыми. Ракам в сентябре нужно быть особенно внимательными к своим ценностям и покупкам. Меркурий выходит из ретрограда 28 августа, но полностью восстановит свою силу только к 11 сентября. Избегайте крупных покупок до этой даты. Также следите за личными вещами, особенно техникой и компьютерами, чтобы избежать потерь или непредвиденных расходов. Львы, в сентябре ваш творческий потенциал будет на пике, и это прекрасное время для новых начинаний. Не бойтесь рисковать и пробовать что-то необычное, особенно в области искусственного интеллекта, это может открыть перед вами неожиданные горизонты. Дев, поздравляю с днем рождения! Вам в сентябре следует уделить особое внимание своему здоровью. Рекомендуется включить в рутину коллективные спортивные игры, которые не только помогут поддерживать физическую форму, но и принесут радость от командной работы и общения. Также не забывайте о моментах для релаксации, чтобы восстановить силы и эмоциональное равновесие. Весы в сентябре почувствуют продолжение августовских тенденций. Особое внимание стоит уделить 11-му дому, активизировавшемуся с новолунием 4 августа. Этот дом управляет вашим участием в разнообразных организациях, от благотворительности до профессиональных ассоциаций. Возможно, вас ждут новые знакомства и события, которые расширят кругозор и принесут полезные знания. Скорпионам в этом месяце рекомендую отправиться в путешествие. Идеальным вариантом будет экзотическое место за границей, богатое историей и культурой. Если это невозможно, хорошей альтернативой станет поездка в далекий новый город вашей страны жительства. В сентябре стрельцам следует сосредоточиться на достижении своих целей. Вы полны энергии и готовы к новым свершениям. Не бойтесь проявлять инициативу и выходить за рамки привычного. Однако будьте осторожны онлайн. В этом месяце вы особенно уязвимы для мошенников. Уделяйте внимание цифровой гигиене и аккуратно обращайтесь с личной информацией в интернете. Козероги в сентябре войдут в фазу продуктивности. После неспокойного ретроградного Меркурия настает отличное время для начала новых учебных проектов или запусков новых рабочих процессов. Водолеев в сентябре ожидают захватывающие перемены в карьере. Это отличный момент для проявления талантов и достижения новых успехов. Смело беритесь за новые проекты и не бойтесь покидать зону комфорта. В личной жизни важно уделить внимание близким. Они нуждаются в вашей помощи и поддержке. Больше помогайте людям вокруг, это усилит ваше внутреннее равновесие. Рыбам в сентябре рекомендую уделить внимание домашним проектам. Это время благоприятно для улучшения жилищных условий и гарантирует поддержку от семьи. Также рекомендуется сконцентрироваться на внутреннем мире и духовном развитии. Рассказывайте о своих идеях и не бойтесь экспериментировать. С вами был Кир Зорко, до встречи в следующем месяце. Если вам понравился правозащитный гороскоп, дайте знать своими лайками и комментариями. Субтитры создавал DimaTorzok